Всем привет! Вы видите Лёшу Халецкого. Правда, сейчас не очень, видите, выезжаем в темноте стоянки. Очередной выпуск Лёша смотрит. Не было свежих выпусков аж три месяца. Эти три месяца я реально не ходил в кинотеатры, то в командировках, то на отдыхе и прочее, прочее. И вот для возобновления походов был выбран фильм «Мобильник» Сэл. С Джоном Кьюсиком и Самуэлем Эл Джексоном в главных ролях. Это очередная вариация про фильмов-триллеров про зомби, фильмов-катастроф, апокалипсисов. Этот фильм снят по сценарию Стивена Кинга, по книге Стивена Кинга. Я небольшой фанат, честно скажу, этого писателя и его фильмов, но обычно всё равно они более-менее вменяемые какие-то, знаете, без всяких фейспалмов и прочего. «Мобильник» в принципе тоже нормальный фильм, но он именно что нормальный. Это не какой-то вау. Так, аккуратненько, лежащий полицейский. Он и неплохой, и на нём вроде и не скучно, но с другой стороны, в нём нету никаких свежих идей, по-моему, абсолютно. То есть мы только ждём, будет хэппи-энд или не хэппи-энд, как обычно в таких фильмах бывает. Ну, пожалуй, одну фишку я, правда, отмечу. Ну, вообще, как... Это не спойлер, потому что там практически с самого начала фильма люди становятся зомби, потому что во время разговора по мобильнику какой-то импульс идёт, и вот все, кто в это время разговаривал по мобильнику, они становятся такими вот типа зомби. И фишка оригинальная, пожалуй, среди всех подобных фильмов заключается в том, что здесь вот эти самые зомби, они со временем становятся всё типа умнее, ну, они развиваются, у них есть развитие, а не просто тупые, бегающие на ножках ребята. Создатели пытались заставить зрителя делать моральный выбор во время происходящего на экране, но как-то это всё, знаете, как-то всё прямолинейно настолько было, что нет ощущения вот этого сопереживания, что ли. Кроме того, фильм явно не очень высоко бюджетный, потому что спецэффекты, ну, прям откровенно бросались в глаза, что они все нарисованы. Это прям, ну, очень, очень заметно. И так, знаете, ещё нарисовано не очень. Ну и моральные дилеммы, которые нам там представляли. И вообще, в принципе, такой сюжет несколько скомканный, потому что очень много вопросов остаётся после концовки фильма. Вообще, типа, что происходит, почему, ну, то есть, ну, я понимаю, зачем это сделано, потому что, видимо, всё-таки пытались больше акцент сделать на взаимоотношениях героев, но вот как-то оно не очень зашло. С другой стороны, среди того многообразия фильмов, которые сейчас идёт, ну, почему бы не сказать? Если вы любитель фильмов апокалипсиса про зомби, когда человечество на грани вымирания, ну, почему не посмотреть? Тем более актёры, по-моему, вполне сыграли неплохо, нормально. Ну, опять же, повторяю, просто довольно обычный фильм. Нету каких-то, прям, зацепок, чтобы сказать, прям, вот, обязательно сходить с него. У вас будет время, даже, я бы так сказал, лучше его просто дома посмотреть, вот вам просто отложить, где-нибудь себе в памяти, что есть такой фильм «Мобильник», «Селл» по-английски называется. Гляньте. А так вот для вас я на него сходил, посмотрел и поделился своим мнением. Надеюсь, в ближайшее время почаще будет выходить эта рубрика «Лёша смотрит». На этом всё. Вы видели и слышали меня. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео, если вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Ну и смотрите интересное кино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok